Дорогие друзья, я рад вас, я их приветствую, с вами Булкин, добружу, это мой канал, и мы продолжаем пытаться разобраться в игре под названием 12 минут. Я не буду сейчас пересказывать, что из себя представляет эта игра, потому что наверняка вы уже смотрели предыдущие серии на моем канале, где я пытался найти решение одной очень важной проблемы. И вот тут у меня один вопрос, друзья, это либо я какой-то не такой, либо и что вообще, потому что я думал, что нужно спастись. Ну, потому что это логично, ты проживаешь один и тот же день, на тебя нападает маньяк, он приходит в квартиру мою, а оказывается мы должны выяснить вообще, что происходит. Нет, безусловно, это интересно, но мне кажется, основная цель, если бы я оказался в его ситуации, я бы пытался бы выжить. Я бы пытался сделать все, чтобы этот маньяк не пришел, либо как-то его ликвидировать. Но, друзья, оказывается, нужно немножечко поступать по-другому. Я вновь себе выписал, спасибо вам за советы, за мнение. А, значит, у нас, давайте начнем с того, что мы сейчас попробуем сделать так. Приветик, приветик, жена, который раз уже, раз в 50-е мы ее встречаем, целуем. Да, я знаю, что ты не слышала, как я пришел. Короче, друзья, план такой, план Капкан. Берем кружку, сейчас вы все поймете. Я не буду делиться с вами сразу своими планами, так скажем, на сегодняшнюю серию. Но я в этой ситуации очень хочу разобраться, я очень хочу разобраться. Закрываем дверь, закрываем дверь, чтобы она ничего не видела, ничего не слышала. Замок, чтобы вообще не зашла даже никак. Так, значит, мы дальше открываем аптечку. Сейчас, друзья, мы потом... Аптечку, говорю, открываем аптечку. Достаем снотворное. После этого, так, в принципе, нам больше ничего... Так, подожди, нет, теперь нам нужно достать кружку. Кружку мы набираем воду. Ну... Короче, ребят, если вкратце, сейчас мы... Я просто... Мне кажется, если бы вы мне об этом не написали, я бы об этом даже не узнал вообще. Короче, как вы помните, успех был достигнут, в принципе, в предыдущей серии. Мы, ну, так скажем, обездвижили нашего маньяка посредством того, что заставили жену выпить просто-напросто... Так, подожди, а он... Не понял. А! Так он типа там... А-а-а! У нас есть типа еще порция снотворного. Так. Бля-а-а! Она уже попила! Ты че? Какой есть? Пей мою водичу, блин! Из раковины! Ты че? Все испортила. Так. Ребята, у нас есть нюанс один. У нас есть один нюанс, потому что я сейчас... Ты че так быстро напилась-то? Бля-ть, я не успел реально, прикинь, она выпила воду. А у меня по плану было сделать все то же самое, только немножечко по-другому... А-а-а... По-по-по-по... Да-да-да, по поводу выключателя. Да-да-да, позвоню. Может, мне проще сделать, чтобы меня током ебнуло и начать заново? Вот, блядь, может быть... Может быть, реально сейчас силы электрики мне поможет? Давай. На, нахер. Так, друзья, нужно действовать быстрее. Короче, план такой. Все сделать... Все сделать похожее на то, что происходило в предыдущей серии. Когда был достигнут... А, он же нет рубри, надо было выйти из квартиры. Так, ладно, она, короче... Тряхнула слегка. Пять минут без сознания, я пролежал. Да-да-да-да-да, давай, все-все-все, женушка, женушка, нет, подожди, все, ты все испортила своей водой? Все водой своей испортила, мы просто уходим. Просто извини, жена, но я тебя бросаю, пока. Так, друзья, давайте действовать очень быстро, все. Да-да-да-да-да, мы снова тут. Смотри, берем кружку. Идем сразу в ванной, стучим, чтобы она открывала. Жена, я пришел! Тук-тук! Давай быстрее! Друзья, мы можем же... А, нет, ладно, пофиг. Все, пока. Приветик, пока! Ну отвали, блядь, от меня! Ну что ты целоваться лезешь? У нас плохо дело. Сейчас маньяк придет. Это было грубо, похуй. Блядь, а если она сейчас не выпьет воду из-за этого? Дай быстрее, 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 быстрее. Ты прикинь, тут еще надо тайминг, это самое. Так, а если мы не будем закрываться? Если мы не будем закрываться? Быстро, быстро, быстро. Снотворная. Назад, раковина! Так, теперь. Снотворная, мешаем. Мешай, мешай. Хорош. И все это водицы, водицы, водицы. Так, все, смешал? Отлично. Все, набираем воду. Сейчас мы повторяем то же самое. У нас сейчас должно получиться просто... Вы сейчас... Я уверен, что многие из вас... Не замок! Открывай, дурак! Выходи быстрее, воду не суй. Она же не пьет, я надеюсь. О, молодец. Молодец какая. Ну-ка, водица. Все, извиню сейчас. Ну, типа, нормальная тема. Нормальная тема. Пришел с плохим настроением. Жена такая... Ой, что ты грубый. Ее такое водицы налилось в толчке со снотворным. Все. Сейчас она вырубается. Мы в этот момент на всякий случай берем нож. На всякий случай. Хотя он нам, скорее всего, не понадобится. Так, сейчас она скажет, что она слишком там устала, хочет поспать. Это все здорово. Так, давай перед этим мы сделаем сразу... Так, делаем раз. Делаем два. Все, отлично. Следующий. Так, устала. А мы тем временем посмотрим на холодильник, потому что... Я не знаю, почему очень много комментариев было про то, что я не заметил важную фотографию. Но я видел, что там что-то висит. Что это такое? Можем я смотреть поближе-то вообще или что? Что с ней делать-то? Фотография. Канун Нового года. Восемь недели прошло с тех пор, как она... Кстати, могу через что-то пройти. А-а-а! Это тот самый вечер, когда... Да, ближай, что-то не понимаю. А нахера она... Она же пом... Ну, типа, смотри. Она же помнит, что... Чего, блядь? Так, ладно, я в шкаф пока. Она же помнит, что она в своего отца стреляла в канун Нового года 8 лет назад. А зачем она повесила фотографию на холодильник? Не, реально, я либо тупой, пацаны, либо тут надо... Так, окей. Сейчас мы ждем. Мы просто ждем. Приходит этот чел. Он должен прийти. Соответственно, и явиться. Его пизданет электричеством. Ну, и дальше, друзья, дальше, оказывается, оказывается, мы можем связать конкретно ему еще и ноги. Не только руки, чтобы он не встал и его попросить допрашивать. Но это еще не все! Есть еще один вариант, который я хочу проверить. И как раз-таки мы сейчас на эту тему попробуем сделать проверку. Я знаю, что вы ждете немножечко другого. Я помню прекрасно. Я хотел это первым делом проверить, но вы мне написали, что можно... Короче, скажу. Прострелить ногу ему, и он ответит на наши вопросы. Я бы до этого не догадался. Ну, давайте это проверим. А потом мы еще кое-что сделаем. То, что я хотел сделать вообще в первую очередь. Но сначала давайте так попробуем. Так, все, он сейчас заходит туда. Он сейчас... Да-да-да, полиция, да-да. Попизди мне еще тут, попизди. Угу. Так, что-то он не туда пошел. Подожди. Блин, я сейчас на секундочку, да, еще подумал. Я же часы не перепрятал. А не помню, я тогда перепрятал часы? Что? Сработало! Так, выходим. Быстренько, быстренько, быстренько. Пока он без сознания, мы его обыскиваем. Такой типок, конечно. Так, забираем у него стяжки, ножик, телефон, револьвер. Теперь. Так, 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 подожди. Револьвер. А как прострелить коленку-то? Подожди, давай мы сначала стяжками на всякий случай его... Смотри. Вот для чего двое стяжек-то, а? Ты понял? Так, 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 так. Подожди. Если стяжки, руки... Может быть, не простреливать тогда ему коленку-то, блядь? Может, если мы... Или он так не... Уже в нару... А ноги, блядь? Ноги! Так, ноги, блядь! Так, хорошо, окей. А как прострелить ему коленку, блядь? Вот так прям? О, реально можно выбрать, что? О! 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 Все это сейчас... Сказать о своей невиновности, спросить о часах, спросить обвинениях и убийств, спросить о няни... Так, два болезни! Твоя дочь? Так, а в итоге я тупанул? Ни слова больше! Своди меня сейчас же! Спросить о няни, спросить обвинения... Давай, часах! Ничего тебе эти часы? Черт! Мне нужен врач! Да уж, ну знаешь, если ты меня вынудишь, я сделаю тебя еще больнее. Часы Чёртовы, часы Ты представляешь, сколько они стоят? Деньги? Это всё из-за них? Ты убил Дасса за деньги? Ты вообще ничего не знаешь Я что-то не знаю? Твоя жена Её отец Он был мне как родной Ты знал его? Знал его Он научил меня всему, что я знаю Он был добр ко мне Как никто другой А этот чудовище убило его Блядь Так Бля-бля-бля Ты знал её отца? Да Бля, ты уже сговорил! Я приеду в долгу Теперь, пожалуйста, разбежи меня Простите, обвинение и так О няне Что ты знаешь о няне? Кто? Няня, с которой у старика был роман Что вы не знаете? О какого тебе дела до няни? Это было много лет назад Так, обвинение в убийстве В чём именно нас обвиняют? Ты что действительно не знаешь? 8 лет назад Она хладнокровно убила отца Так, почему ты всё ещё преследуешь мою жену? Как уберёшь её отца? Откуда ты знаешь, что это она? Почему ты решил, что это она сделала? Конечно, это была она Тоже ствол, та же комната Это же очевидно Какой бы, почему ты всё ещё преследуешь мою жену? Зачем вообще? Зачем внука? Зачем вообще не совершать подобное? Деньги, явность Причин миллион Спроси у неё Как убили отца? Почему ты всё ещё... Почему ты всё ещё её преследуешь? Это было так давно Я не прекращал поиски И, наконец-то, нашёл подсказку Которая привела меня сюда Спасите, подсказку Кто дал вам подсказку? Карманные часы, которые она украла Она пыталась их продать Владелец ломбарда нам рассказал Как убили отца? Какой умер её отец? Она... Она выстрелила в него В канун Рождества 8 лет назад Впрочем, тогда Зачем под Новый год Она вернулась и закончила А, да ладно Два выстрела с близкого расстояния Жестоко Что, погоди Что, что, что Не-не-не, это неправда Она сказала мне, что убила В канун Рождества Убежала Ага Но к Новому году Новый год она была тут Она была в соте километрах оттуда Когда его убили Конечно, её там не было Ха, докажи это Она убийца Убийца Лгуд Доказательствия нет Блядь Это был кто-то другой Должно быть так Слушай, к Новому году Её уже там не было Конечно, она Докажи это Теперь развяжи меня Подожди Фотография что ли ААААААА Да ладно Посмотри на дату 14 декабря Это день, когда Она его убила Нет, нет Нет, это день, когда его убили. Она была в сотне километрах оттуда. Вот ли чё, пацаны, вот ли чё, у Минца. Это была не она, она его не убивала. Кто мог убить её отца? Так кто мог убить её отца? Я не знаю. Всё указывает на неё. Я столько крови потерял. Так, подожди, кровь будет. Подожди, я ничего не понял. Так он в итоге не... Так, кто мог убить её отца? Я не знаю. Всё всё подходит на её. Повяжем его. Ебать, фотография, я бы никогда в жизни не догадался, что там есть какая-то дата. Чёрт. Голова кружится, не могу. Он потеря крови, типа... Ебать. Ебать. Так, подожди, стоп. Стоп, 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 стоп. Это полный пиздец. Подожди, то есть он, типа, мстит за своего друга. Друг это её отец. При этом у него больна раком дочь. И он говорит, что жена специально его отца убила. У меня, короче, естественно, друзья, естественно, я хотел начать эту серию с того, что я позвонил бы дочке полицейского. Потому что мы... Самое. Телефон тогда... Блядь, я только не успел сейчас телефон его посмотреть. Потому что вы так же писали, чтобы я посмотрел внимательно каждую смс-ку. Блядь, ну с фотографией жёстко. То есть, прикинь, вот, и смысл. Хорошо, давайте попробуем сейчас, раз уж у нас началось. У меня телефон где-то дочки. Я здесь фотографировал. Мы... Так. Так, 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 так. Давай попробуем тогда сделать таким образом. Сейчас с женой поговорить. Допустим. Подожди, если мы сейчас возьмём фотографию и ей покажем. Это что-то даст нам? Ничего не даст, да, по идее? Блядь, ебать жёстко. Ебать жёстко, нахуй. Ебать жёстко. Эта игра просто... Как можно было это вообще создать? Так. Ну чё? Хладнокровный убийца, женушка. Здорово! Ха-ха-ха! Так. И чё? Не слышал, как ты пришёл. Так. Ладно, это подожди. Давай-ка побазарим. Расскажите о том, что всё повторяется. Скажите... Давай, давай сначала... Начнём аккуратненько. Так, я проживаю... Да, бывал здесь уже, да? Объяснить подробнее. Слушай, я пока не разобрался, как это всё работает. Но, например, если я просто жду и ничего не делаю, спустя примерно 10 минут, что начинается заново. 10 минут? Чёрт, это же мало. Я знаю. А ты каждый раз забываешь всё, что я тебе говорил. Мне жаль это слышать. Так, подожди. Давай ближе к делу. Малыш, я не знаю, что сказать. Давай. Скажите, что случилось в ту ночь, когда она сбежала. Слушай, я знаю, как умер твой отец. Как он на самом деле умер. Не знаю, что ты там на себе выдал. Мы лучше быть. Это был в канулах, застал тебя. Вот я ударил. Как ты вообще мог? Я не знал, ты сама мне рассказал во время прошлой временной петли. Я что? Послушай, я на твоей стороне. На моей стороне? О, боже. Слушай, я не могла. Бля, подожди. Я не знал, как тебе сказать. Это мы все слышали. Стой. Если он покажет. Юлинкин, ты его не убивала. Везел выстрел, он выжил. Его убил кто-то другой, уже после того, как ты сбежала. Кто-то другой? Смотри. Да-да на фотографии. Она доказывает, что тебя там не было. Но это значит, мне нужно сесть. Так, подожди, подожди, подожди. Допустим. Блядь. Скоро тебе, что самое время, ты что-то десерт пригласит на так. Но она вряд ли сейчас там сходи. Полицейского сказать. Подожди. Так, вот благодаря кому-то из нас, да. Так, давай подождем, пока он придет. Смотри, если мы... Блядь, а часы-то? Что с часами делать? Ты понимаешь? Во-первых, я охерел от того, что у этой игры есть реально концовка. То есть, типа, можно увидеть титры в этой игре. Я-то сначала думал, что, типа, нужно выжить. Оказывается, нужно все разузнать. Я сейчас понимаю, почему. Потому что полицейский, когда мы с ним пообщались, на полном серьезе доказывает, что жена убила... Да, он думал, что жена убила. На самом деле, он не умер от ее выстрела. И убил кто-то другой, блядь. Потому что она в канун... Ебать. Кто эту Санту-Барбру вообще замутил? А если мы подождем, пока придет полицейский? Блин, мне кажется, знаешь что? Если мы попробуем позвонить его дочке... Потом еще поговорим с женой... Расскажем это и дождемся... И все факты ему скажем, типа, что мы все знаем полицейскому... Блядь, ну это пиздец. А теперь подождем. Блядь, ну хуй его знает. Это такое сомнительно. Я бы дочке сначала позвонил. Видишь, я телефон... Надо искать сейчас фотографию. Я фотографировался тогда. И смски бы его почитать. Более подробно, видишь, это он? Так, и что мы будем делать? Подожди, как мы с порога-то сразу ему скажем, что... Это это он? Ладно, скажем ему. Вот черт. Стой, 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 прошу. Я знаю, зачем вы здесь, но все не так, как вы думаете. Прошу, оставитесь. Что за черт? О! Стоп, стоп, сейчас, секунду. Я понимаю, что это нечестно на паузу. Жена начала вписываться в эту хуйню за счет фотографий. Блядь, ебать! Я бы никогда в жизни, если бы не написали, не подумал, что... Вот эта фотография на холодильнике так решают. Так, что? Ну-ка, повтори. Я никого не убивала. Слушайте, я могу... Нет, никаких оправданий. Ты даже не меня выслушать. Нет, я не должен. Ну, слушай, только свою дочь и свою мать. И моя мать мертва. Блядь, а что я могу ему сказать? Пожалуйста, дайте мне сказать. Держи рот на замке! Ну-ка не дергаться! Блядь, я, походу, прав. Прикинь. Так, подожди, давай ради интереса... А, у нас нашла даже нет, блядь. Блядь, а если мы ему дадим это, ну, это нихуя не повлияет. Не-не-не, короче, это близко, это уже близко, как будто какой-то развязки. Я съебусь, по-жалую, пока он мне не пизданул, но он мне уже пизданул. Блядь. Подожди, а если он меня сейчас не пизданет, она сама скажет? Короче, это пиздец. Это пиздец. Ой, скажи ему, что это какое-то недоразумение. Да, блядь, он не слушает, видишь, он сейчас... А, это и была? Спросите о его дочери. Как выживает твоя дочь? Это было ошибкой. А, блядь, он не так понял, нахуй. Все, у нас нет козырей. А козыри у нас могут появиться, если мы позвоним дочери. Так, пацаны, мне нужно искать фотографию, потому что я фотографировал телефон дочки. Мы сейчас позвоним дочке и попробуем сам начать. Наверное, сначала надо поговорить с женой, потом позвонить дочке. Дочке? Блядь, или сначала позвонить дочке. Да, вот у меня телефон, пчелки. Так, сейчас, 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 давай. Ну все, это провал. Это очень, мне кажется, это очень близко. Так, подожди, все, 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 тебе плохо, я знаю. Я знаю, что тебе плохо. Братан, мы очень близки. Если не это решение всей развязки, то я вообще хуево знает, как тогда можем мы еще действовать. Так, мы берем телефон. Берем телефон, сейчас здороваемся с женой. Приветик, я пришел. Приветик. Приветик. Все. Нет, подожди, пока. Идем на всякий случай, пока она ничего не... Все, 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 иди готовь там или что-то делай. Так, давай попробуем. Блядь, это пиздец. А она возьмет трубку. А если она возьмет трубку, что ей сказать? Нет, стой, закрой дверь, блядь. И замок на всякий случай. Телефон. Телефон. Доставай. Так. 413. 555. 01-93. 01-93, блядь, у меня аж это... Горло, извиняюсь. Блядь, я нервничаю, пиздец. Приветик. Эй, я получил номер от вашего отца. Что? Я хочу тебе оставить жену. Давай по порядку. Ваш папа говорит, что моя жена убила своего отца. Он хочет и давить. Я не слышал. Скажи, что день повторяет, скажи. Слушай, я знаю, в какой вы ситуации. Не, вас очень жаль. Рак это ужасно. Ты кто вы? Пошел в шоу. Блядь! Блядь, 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 блядь! Блядь! Пизда! А, подожди, у меня телефон, походу, тут был справа. Нахуй я его искал. Привет, сейчас я могу вам дождаться. Оставьте уважение после гадка. Блядь, прикинь! Я слишком, блядь, неправильно подход сделал. Блядь, давай пробовать еще раз. Мне кажется, что в этом... Неужели в этом нет никакого этого самого? Еще раз. Да, мы снова тут. Бери телефон. Надо другие вопросы. А как? Просто я подумал, что если я скажу, что все повторяется, типа, а она такая скажет, блядь, что ебануты пока. А тут, оказывается, как бы, я решил издалека подойти. Блядь, жесть, просто жесть. Просто жесть, пацаны. Как придумали эту игру вообще? Так, все, привет, 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 привет. Давай промотаем. Все, пока. Потом, потом. Мне похуй. Мне похуй, кто приготовил десерт. У нас проблема, ты убийца, жена. Ты понимаешь, ты убийца, ебаный в рот, блядь. Че делать? Какой десерт? Тут не десерта. Так, звоним еще раз пчелке. Жесть. Просто жесть. Просто жесть. Просто жесть. Эй. Эй, ваш папа говорит, что моя жена убила своего отца, помогите. Да хуя, да грех. А что вы вообще, что вы несете? На хуя ты сказал, блядь? Скажи, что день потратит. Послушайте. Я застрял в временную предметрение. Блядь, ну что за хуя, да хуя трубку-то бросила? Ебаться сра... Нет, я перепробую себе вариант. Я реально вижу в этом... Блядь, ну а как? Как? Может быть, она типа... Может быть, есть вариант, чтобы она позвонила отцу? Или... Блядь... Блядь... А может, я уже все испортила? Я мог все испортить? Мне кажется, что тут, ну, по-любому же есть какой-то шанс, чтобы она там отговорила отца, или... Я хз, блядь! Ну, то, что я вешаю трубку, это вообще не ок. Пиздец. Пиздец, просто пиздец. Это не игра, блядь. Это просто... Приветик. Да-да-да, привет. Подожди, потом. Потом, потом. Иди, иди, готовь, 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 готовь. Пока. Блядь, а если при ней позвонить? Может, сначала с женой поговорить, потом звонить этой пчелке? Я не знаю, последняя попытка, судя по всему. Наверное. Хотя он каждый раз что-то говорит новое, блядь. Блядь, нахуй он это говорит-то в самом начале, я не понимаю. О чем вообще говорить? Скажите, что жена ничего не виновата. Блядь. Тут варианты. То есть, моя жена ничего не виновата. У нас папа не послушает. Я вообще не знаю, о чем вы. Он знает далеко не все. Прошу, скажите, чтобы он нас выслушал. Нет, зачем? Прошу, он просто... Он слышит большую ошибку, он может им в этом помочь. Я, ладно. Хорошо. Да ладно! Да ладно! Подожди! Это же пиздец! Это то, что нужно! Она согласилась, то есть, блядь, при этом... А как можно было угадать сразу именно этот вариант? Жена? У нас есть разговор. Жена! Надо тебе объяснить все, пока он не пришел. Я живу вновь и вновь и вновь. Ты бывал уже здесь? Да, да, да. Скажите, что случилось, что ночью она сбежала. Послушаю, я знаю. Не знаю, как он умер, на самом деле. Но вовсе нет. Он тебя ударил. Как ты вообще мог? Сама? Что? Да, да, да. Подожди, дай фотку возьму. Дай фотку возьму. Да, да, да. Это все было, было. А доказано, что это трудно принять. Я в курсе. Я нужно сесть. Подожди. Дай-ка, дай-ка, дай-ка. Надо ей дать. Надо ей дать. Надо ей дать фотографию. Надо ей дать фотографию. Фотография. Блядь, я надеюсь, что сейчас все правильно. Жена, иди сюда. Возьми вот это. Вот, возьми этот снимок. Почему? Просто, вернее. Так, молодец. Раскать ей полицейском. Честно, ромен за дверью полицейский. Так, да. Объяснить, как полицейский связан с отцом. Это полицейский был близко знаком с твоим отцом. Когда он умирал, это личное. Для меня тоже. Так. Ну, все. Здесь об интрижке. Вот, спросите, это вообще. Блядь, а за счет часов? Как будто лишнее, да? Как будто мы сейчас можем что-то испортить этим самым. Давай спросим, похуй. Че ты пытался справлять часы? Я... Я беременна. Я узнал об этом неделю назад. Правда, тебе уже об этом говорили? Да, уже говорила. Это чудесно. Ебаный пищик. Да, именно так и было. Я пытался справлять часы, чтобы найти деньги для ребенка. Я имею в виду, если быть честно, я просто хочу... Как же я ненавижу это? Но это, кажется, отличные часы. Да, я в курсе. Почему он залгал в своем прошлом? Кто убил твоего отца? Так. Так кто мог его убить? Ну, учитывая его работа, у него было много врагов. Мне всегда было не просто сладить. Я о том, что... Не знаю. Никогда не предполагала, что... Видя бандришки отца, почему она сломанила. Тут, в принципе, больше уже лет лишнее все остальное, да? Хотя, может быть, она сейчас типа... Так, подожди. Блядь. Сука, а как я должен выйти на убийцу-то? Я не понимаю. Бля, прикинь, короче, если у него вообще крышняк-то едет, он переживает все заново за... Может, это он, блядь, отца-то ее убил? Би, бать, от этого будет... Нет, кстати, это такой, слишком, вроде, очевидный, с одной стороны, слишком ебанутый поворот событий. Наверное, надо ждать. Я не знаю, просто вот это все как будто... Да, бля, к десерту самое время приступить. Так. Давай подождем. Так, пацаны, стык. Вот сейчас должно быть все идеально. Я никогда не могла произнести это вслух. Спасибо тебе за нашу... Привет, че? О! Что случилось? Что? О чем ты? Милая, мне кажется, тебя разыграли. Что они... Они тебя гружали? В каком смысле выслушать? Ебать. Ладно, я их выслушаю, но... Милая. Да, не волнуйся, пчелка. Я разберусь. Блядь, вот она, вот она. А я тебя еще больше люблю. Так, ребята, ребята, ребята. Ребята, ребята, ребята. Так. Так, ну хватит, открывайте. Ладно. Давайте поговорим. Как ты на пол, пожалуйста. Стойте, стойте, прошу, прошу. Стойте. У меня есть то, что вы должны увидеть. Что, что? Ну-ка, повтори. Я не убивала отца. У меня есть доказательства. Ну да, конечно. Посмотрите на фото, посмотрите на дату. Канун Нового Года, День Смертелца. Эта кофейня тут за углом. Я физически не могла его убить. Я не смогла быть одновременно вдруг в местах. Поздравляю, ты поделал фото. Я поделал снимок на пленку. Послушайте, я знаю, что мой отец для вас много значил. Я тоже по нему скучаю. Но я... Я всегда считал... Тебя там не было. Я там не было. Но тогда... Не знаю. Но не я. Я извиняюсь. Что? Моя дочь. Я только о ней и думаю. Она умирает. У нее рак, а страховка не... Я не могу оплатить лечение. А часы их стоимость покрыла бы стоимость лечения. Господи, если бы она узнала, что я сделал. Спасибо, что не... Если бы вы рассказали, и зачем я пришел, то она бы со мной больше не заговорила до конца жизни. Я ухожу. Подожди, братан. Подождите, все, минуту. А, же, часы, собака! Че за поворот? Что за поворот событий? Как поживает твоя дочь? Да че нахуй, сука? Ты че делаешь, блядь? Ты че, блядь? ЗАЧЕМ? ЗАЧЕМ? Че? Ебать. Только не надо говорить, что я сейчас все испортил. Блядь, я сейчас реально все испортил нахуй. Я че, еблан совсем? Я че, ебанутый, блядь. Все заново. Ебать, я тупой. Блядь, а если ты была? Так, это мы знаем, что он прошу. И что вы несете? Так, у нас есть, искать здесь зачем? Послушайте, он... Он хочет у нас, как он хочет украсть, чтобы заплатить за ваше лечение. Что? Нет. Мой папа, он не поступил. У моей жены, у нее есть дорогие карманы, он хочет убить и забрать. Че? Че в речь вообще? Просто позвоните ему и саму. Блядь, а может быть и нехар, может быть и хорошо, что я сейчас это сделал. То есть смотри, она может еще и по-другому сказать. Типа, ему сейчас может быть стыдно станет и... Блядь, а если... Блядь, а теперь мне интересно, что было бы... Не спросил про дочь. Нахуй вообще спросил-то, блядь, про это. Так, ладно, давай все и расскажем. Объяснить подробнее. Вот, правда, если меня и забьют, я возвращаюсь, да... Да, 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 где? Так, просто. Так. Сходи, что еще, которая сбежала? Не знаю, да, да, у нее сердечный пристав вовсе нет. Стал, пап, иди жаль, он тебя ударил, как ты мог. Ля-ля-ля, я-я-я-я-я-я-я, о чем-то он выжил, да, все заебись, да, старая кофейня, стазан, трудно принять. Все, мы в курсе, это мы в курсе. так вот он сам уже он был близко смертного отца изрядно подкосила хорошо хорошо я буду готова мне нужно сесть так садись про же фотку возьми фу блять я тупой нахуй я может быть не тупой я не знаю водку возьми фотку воде нервничаю как слишком подожди подожди слишком будет сейчас вот через участвовал я не знаю из того что скажет про часы это же по идее лучше хотя он и так поверил бы мы уже тут обнимались с ним так рассказать о прошлом это похуй это мы уже знаем есть что полицейского же часы что спасти жизнь дочь полицейский он ищет часы твоего отца вот дочери раки и часы позволят ему плачет это ужасно даже представить такое себе не могу да вы даже пока он придет а вдруг это хуже вдруг если она сейчас ему скажет именно про часы это хуже он ворвется как нахуя вы и сказали чуть такое я никогда не начал к что случилось так все подожди спасибо за то что вы слышали так да подожди сюда блять помолчи нам что там мне кажется тебя разыграли так то же самое да то же самое по ходу и что у тебя да то же самое я думал может еще один вариант событий может быть если мы скажем часы глупость какая хотя подожди это чушь какая-то конечно это неправда я бы не это ж моя дочурка я ради тебя на все готов а да я никому не причиняю вреда обещаю бля с одной стороны когда она говорила что типа выслушать это было лучше чем да хорошо я приеду в регионе вообще не придет чего бля как это хуже нахуй это хуже чего есть вариант что вообще не приходит нас проблема жена потанцуем покушаю может бля чё я хуй за чуть сказать то блять а чё делать то он не пришел блять он не пришел он не пришел блять я спать нахуй пошёл ты правды мы не узнали нихуя пока короче блять полгет надо чтобы он пришел видимо надо с ним поговорить не хочешь спать хуёво что делать будем так что он не пришел блять сколько тут всего ты прикинь не на это вообще слишком это слишком короче нам нужно выбрать все-таки так чтобы дочка сказала что надо выслушать правильно а вдруг сейчас вот а вдруг сейчас на самом деле что-то вот я нового же ничего не угодно прорассказать ну типа в этом полезно все сголова угол всю хочу сказать как мне нужно будет рассказать такое значит убил своего отца и хотела здесь кем сближаться с таким настойчивым я просто хотел верить что я была так что и какой-то хотел меня видеть ну что ж думаю теперь все кончено да бляду смысл об этом спрашивать взять у нас все плохо но это же ведут пиздец и мы же ненавижу об этом говорить но смысл я не знаю папа любил маму полагаемо рождество сильно осложнил их брак я не оказалась рядом не всегда был таким хорошим каким хотел быть как твоя мама узнала об этом романе папа брюхачил няню она решила оставить ребенка так что сложно держать это в тайне не были осложнения бедная женщина умерла природа мой папа боже хотел усыновить ребенка но он не мог искал твоя мама ничего ей стало плохо до самой смерти она его ненавидела что он делал ничего он вообще ни хрена не делал все отрицал до самой смерти вот сейчас интересно подожди то есть я не умерла 8 лет назад то сейчас 8 лет ребенку а что с ребенком ты знаешь о ребенке няня о твоем брате как я предполагаю часто я даже не была уверена что вообще существовал кажется что-то слышал краем уха что отец хотел его усыновить но мама никогда бы с этим не смирилась ненавидела сама мысль об этом ребенке ты знаешь здесь сейчас выбрал понятия не имею где награды вопросом был ли он вообще мама была совсем не в себе если бы это ребенок действительно уверен отец пытался бы разыскать после смерти мамы еще брата искать ее что ли меня не было года два когда она ушла даже имя нее не знаю все пиздец ну пиздец еще хорошо мы узнали о том что но это же не брат восьмилетний блять сделал ну хотя подожди нет 8 лет назад ему было ноль поэтому как бы это точно так меня интересует все равно окей мы сегодня в пиздец продвинулись это факт но я хочу все равно сделать так чтобы он пришел и мы поговорили она хотела ему часы отдать что было бы дальше на хуй я спросил про дочь я так понимаю что здесь ничего не произойдет уже больше мы все что можно было расспросили мы все что можно было уже узнали новых тем нет все вы мог убить от них учитывая работа может спрашивать не знаю никогда не предлагала что так для это смысл стопы так смысле открывать дверь я просто открывать дверь ладно говорим позже так а чё блять он уже ушел ничего спросить так и нехуй делать ты получается что делать тогда блять он ушел уже времени дохуя прошло уже кстати если бы я а вы же уже в сколько мне кажется уже минут 15 прошло я кровать он тоже не хочет идти уже бы эти приехали спасатели если я их вызвал я не знаю пойду смс почитаю хулище делать ой блять все нахуй а заебись блять нет это не то что нам нужно потому что вы еще до конца не все узнали блять потому что не пришел дядя маньяк легче как мы видим не становится друзья давайте да все таки про по попробуем пробить тот вариант когда он приходит приветик жена привет 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 все да 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 целуйтесь все и пока 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 мне позвонить надо это было грубо ничего страшного знал бы ты чё я знаю вообще сейчас узнаешь так звоню пчелки челка так вы должны сказать по поводу не часов ваш папа не послушает я не знаю что я прошу просто звоните ему и попросите нас выслушать вот за и далеко не все договорились позвоню забудьте мой номер так все это то что нам нужно теперь все так же мы подходим жене которая читает книгу привет тут я уже бывал здесь до объяснить поподробнее работая для ля-ля-ля-ля примерно 10 минут что здесь ну да это мало я уже заебался раз шестидесятый жаль слышать мы же не знаю что сказать так и скажешь что ночь все мы говорим она слава богу верит вот это самое удивительное потому что я думал с этим будут проблемы все он выжил все блять это не ты его грохнула все нормально у тебя есть доказательства сейчас я принесу его все холодильник . и поплохело смотрю и поплохело люблю ребят но это пока единственный вот 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 блять вариант который уже должен был быть отработан но к сожалению к сожалению я спросил лишнего и не надо было этого делать она хотела видимо часы отдать ему я не знаю как бы там что закончится человек карман часы твоего отца что дочери рак что да 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 это слышать да нужно сей садись ты блять фотографию можно забрать черепки очень мог ладно так все правильно ну-ка что-то новенькое можно спросить у нее например вряд ли скорее сюда культы сел то так сказать о полицейском придет да все мы ждем давайте подождем пока он придет как-то слишком так это мотив это полицейский придет можно подождать но все вот 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 сейчас он вот вот сейчас она ему позвонит скажут ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля так глазок будем смотреть я никогда привет челка что случилось вот по сути по сути же реально сейчас звонок должен был они кажется разыграли что они эти угрожали так 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 друзья все сейчас главное все делать опять четко все как было только не спрашивать про дочь это блять последнее что я сейчас вот я не знаю как то мы должны разговориться не знаю но вот тут вот факт няни и брата не дает мне покоя потому что с ними мы сейчас так не вы не выясним до конца что да как а вот так здорово открывай так бывает открывать это он давайте поговорим такси на пол пожалуйста вот чёрт кстати подождите у меня есть то что вы должны увидеть что ну-ка повторим так я не убивала отца у меня есть доказательства конечно посмотри на фото посмотреть на дату канун нового года день смерти отца и на кофейне тут за углом я физически не могла его убить и не смогла бы одновременно быть двух местах позволяет и поделал фотографию может вот это кстати нам как-то еще доказать и себя поделать снимок на пленку по сути я знаю что мой отец для вас много значил я тоже по нему скучаю я всегда бля как терпел стою на хуже до развязки я всегда считал это мне было тогда я не знаю и я сушки я знаю почему вы это делаете я понимаю откуда-то не пытайтесь оставить и заплатить замучение вашей дочери не надо срываться на нас простите меня простите вы же если . узнала что я делаю дожди так она бы не заняла она никогда меня не просила я ухожу подожди стоп вот сейчас момент я я очень хочу узнать что я могу ему еще сказать но сейчас подожди послушай ой блядь подожди ему а ее братья а блядь опасно нахуй ну это как будто нужно они больше нужны чем мне ей нужны определенные я умею разыскивать людей надо убить своего отца спасибо на самом деле есть одна вещь которая могла помочь что когда я нашел его он потерял много крови пытался остановить кровотечение но а на любом случае он кое-что сказал что он сказал одно слово чудовище повторял его снова и снова я не могу понять что значит это вам братья о боже здесь брат мама была права во всем было что происходит блядь утверждала что отца был роман с няней родился ребенок мальчик ребенок знал об этом романе нога не упоминал ребенка мама ненавидела его за это и ребенка ненавидела тоже всегда кричала на отца насчет чудовища это он прости я не знал но я найду его тебя и него спасибо что теперь все кончено уж так и есть нам нужно отыскать твоего брата и жить дальше да уж да уж вот это да не думал что мы смогу кому-то рассказать о том что случилось всегда на станет со мной это меня выслушал и ты все еще здесь я сказал тебя никуда не уйду черт я правда правда тебя люблю правда правда да блять так ну вообще по факту то да понятно что мы теперь мы за сегодняшнюю серию сделали то что наверное должен был сделать по идее там за одну за две серии каким образом я сейчас должен вот хорошо мы знаем как поговорить с полицейским и даже типа я даже не представляю это типа я должен что позвонить уже сказал я разберусь ну типа поможет то есть он готов нам помочь вот аля полицейский маньяк друг отца но мы-то оказываемся в прошлом на 12 минут он не мог уже тогда на тот момент искать какую-то информацию и типа на мою блять ебать мне просто интересно на что сейчас надо давить чтобы 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 мы как-то инфу эту нашли то есть брату 8 лет должно быть да так а смысл только я не особо понял как это повлияет на то что мы найдем кто убил отца няня сказали что она умерла природах да я правильно же понял тяжело однако друзья ну что в суде по всему продолжим еще еще продолжим еще ого-го как продолжим поэтому ребята если вы ждете продолжение то поддержите серию лайком есть какие-то опять же так аккуратненько советы мне не помешают уж точно в комментариях подписывайтесь на канал впервые не забывайте нажимать на колокольчик до новых встреч друзья всем удачи и всем пока пока вот это вот игра вот это вот это вот игра я понимаю да вот так вот бывает а